Привет, чемпионы! Мы сделали с Мишей интересный вывод или открытие, если можно так назвать. У нас очень много людей тренируется, проходит через нашу школу, и это уже история идет в совершенствовании техники плавания. В основном это люди, которые раньше где-то тренировались у каких-то других тренеров. И у них, как показала практика наша, что много ошибок одинаковых. Сначала было странно, непонятно. То есть думали, ну может совпадение, потому что люди разные, людей много, и очень маленькая вероятность того, что ошибки совпадут. Потом это перестало быть похожим на какую-то череду случайных совпадений, и решили все-таки разобраться, понять в чем дело. Да, как только провели опрос, пришли к тому, что практически все спортсмены начали свое знакомство с плаванием, с технологией, с методикой Total Immersion, то есть полное погружение. Ознакомились с видеороликами, прочитали не одну книгу, прочитали две. Это полное погружение, и как рыба в воде. Ознакомились с видеороликами самого Терри Лафлина, с роликами его последователей. Обнаружили ряд интересных вещей. Значит, прочитали книгу, посмотрели видео, и сделали такие выводы, что вы можете плыть легко, достаточно комфортно, но, к сожалению, без дыхания. Как только вы делаете вдох, начинается опасное погружение. Вопрос, наверное, есть почему. Ответ кроется практически в самом начале книги «Полное погружение». Обращаемся к литературе. Самый эффективный способ плавания вольным стилем – это ритмично перекатываться из стороны в сторону, пока плечи и бедра не займут почти перпендикулярное положение. Да, ну раз вы уже давно подписчики нашего канала и смотрели видео-разборы на технике наших спортсменов, то там несколько участников было как раз-таки предыдущих школ, которые пропагандировали методику Total Immersion. И видели, как они делают сам вдох и поворот корпуса во время вдоха. То есть изначально, конечно, плавать научиться легче, когда вы лежите на боку и делаете вдох, как сова, поворачивая голову на 180 градусов. Но по факту эта ошибка цепляет череду следующих ошибок. И когда вы плывете достаточно быстро, какую-то дистанцию, то вот эти вдохи, они гасят как раз-таки внутрицикловую скорость, о которой как раз-таки тоже Терри Лафлин говорил, что нужно учитывать эту самую внутрицикловую скорость, катить плавно и равномерно с одной скоростью. Но, к сожалению, упражнения, которые он пропагандировал, да, легкий вдох, они в корне вступают в противоречие с той самой внутрицикловой скоростью, о которой он говорил. Поэтому большинство тренеров, которые тренируют по этой методике, да, учат легко держаться на воде, но, к сожалению, идет стагнация результатов, и спортсмены на каком-то уровне останавливаются в своем развитии. А в следующем ролике мы обязательно разберем, чем же руководствовался автор, давая вот эти упражнения переката с боку на бок, выполнение вдоха на 180 градусов, и обязательно найдем другие несоответствия со спортивной техникой плавания. Ну, на этом все, я думаю, да. Да, будем прощаться. Всем счастливо. Пока-пока.